85% жильцов избавляются от своих елок именно сейчас. По прогнозам мусорщиков, большинство людей сделают это до конца января. Это по 10-летней статистике. Она есть у нового мусорного оператора. 5 выбросили деревья еще в начале января. Но есть и те, кто не спешит выбрасывать елку. 5% сделают это в последнем месяце зимы. И, наконец, еще 5 уберут после 8 марта. Мы опросили прохожих и пришли к выводу, что статистика прошлых лет не врет. После старого нового года сразу избавились на следующий день. В феврале. В феврале только. Я ее не ставил. Мы уже убрали ее. Уже убрали давно. 14 убрали. Может завтра, может через месяц. Стоит да стоит. Никому не мешает. Кстати, утилизировать елку нужно правильно. Если просто поставить рядом с баком, могут растащить животные. Поэтому мы выбрали три самых актуальных способа. Первый способ – это просто запихать дерево в мусорный пакет и унести на свалку. У меня елочка небольшая, поэтому и пакет маленький. Второй. Это значит, берем ножницы, а еще лучше секаторы, и обстригаем веточки у дерева. Так, чтобы ствол остался голым. Затем собираем все эти деревяшки и выбрасываем на мусорку. Ну и последний – это вызвать клининговую компанию. Они и в доме приберут, и от елки избавятся. Цена в среднем 55 рублей за квадратный метр. Но минимальный чек должен быть 1300 рублей. Но ни в коем случае нельзя выбрасывать елки из окон или с балконов. Даже если контролировать этот процесс, дерево все же может травмировать кого-нибудь. Галина Сергеенко, Григорий Сараев. Новости. Седьмой телеканал.